ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Установлен район атаки. Это участок моря рядом с Бердянском. Теоретически, украинский «Патриот» мог достать туда дальнобойными ракетами, если находился в Запорожской области. Но «Зет-каналы» активно пишут про огонь по своим от российской ПВО. Ранее российские зенитчики уже сбивали свой же самолет Су-35 над оккупированным «Токмаком». Так что версия более чем актуальна. Подождем подробностей. А-50 – крайне ценный самолет для российских ВКС и по стоимости, и по своей сути. Это самолет дальней радиолокационной разведки, который может обнаружить истребитель на расстоянии до 240 км. Всего у России в районе 10 подобных самолетов. В последнее время две эти машины – А-50 и летающий пункт управления Ил-22М – замечали в воздухе во время ракетных атак Украины. Вероятно, они отслеживали взлет украинских перехватчиков и полет своих крылатых ракет к целям. Остановитесь! Российские ракеты все чаще бьют по промышленным объектам в Украине. Об этом пишет Financial Times. В этом году российские военные не пытаются уничтожить энергетическую инфраструктуру, а бьют по цехам, связанным с Минобороны Украины. При этом используется тактика перегрузки и обхода ПВО. Систем защиты ВСУ все еще недостаточно, чтобы прикрывать все-все города и важные объекты, поэтому часть ракет сбить не удается. Это признают и сами украинские военные. Тактика террора мирного населения тоже никуда не делась, но для нее российские военные используют более дешевые ракеты С-300 и авиабомбы. Кроме того, все больше ракет не долетает до цели и падает на территории России. Вот такие обломки нашли в Краснодарском крае. По задней части ракета очень похожа на Калибр. Между Павловской и Атамановской. Прям ракета. Возможно, это ее наземная версия, запускаемая из установки Искандар. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фото фейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. А вот на этих фото уже крылатая Х-101. Такие ракеты запускают со стратегических бомбардировщиков. Сегодня ночью в небе над Курском были слышны мощные взрывы. Похоже, работало ПВО, и Российская Миноборона заявила о сбитии трех украинских ракет «Точка-У». Но от Курска до украинской территории больше 80 километров, тогда как ракета «Точка-У» летит лишь на 70. Российский «Уралтрансмаш» показал партию из пяти САУ «Коалиции СВ», которые отправятся на фронт. Это улучшенная версия актуальной САУ «Россия М-100С». На бумаге «Коалиция» имеет более мощную гаубицу 152-го калибра с дальностью стрельбы до 70 километров. Для сравнения, дальность мсты только до 30 километров. Однако решающее значение имеют снаряды, их качество, а также качество артиллерийской разведки. «Коалицию» давным-давно катают на парадах, но в военных действиях она еще не была замечена. Что касается фронта, то там продолжается тактическая пауза, стороны активно обстреливают друг друга. Вот так сейчас выглядит самая горячая точка войны, Авдеевка, с воздуха. Город регулярно бомбят и обстреливают из артиллерии российские военные. Однако ВСУ надежно удерживают позиции на окраинах и отбивают все попытки штурма. Губернатор Петербурга Беглов в выходные посетил участников войны в больнице. По его словам, российские военные в Украине видели просто ужасающую вещь – гендерно-нейтральные туалеты. И это именно то, за что Россия воюет в Украине. «Вы что, не знаете об этом, что ли?» Вот так, воюют за туалеты. Честно говоря, есть ощущение, что таким глупым высказыванием Беглов просто пытался отвлечь внимание от реально скандального происшествия в Петербурге. Это, конечно, я о крупном пожаре на складе Вайлдберрис в Шушарах в субботу. За 30 часов потушили больше 70 тысяч квадратных метров. В здании находилось больше 1600 сотрудников. Ущерб от пожара почти 17 миллиардов. А еще сразу выяснилось внезапно, что склад почти два года работал нелегально. Документы на эксплуатацию здания компания даже не подавала. Обычное дело ведь, и никто не замечал, конечно же, такой маленький склад, совсем незаметный. Но пока, по версии Беглова, Россия уничтожает другую страну за наличие в ней гендерно-нейтральных туалетов, в Белгороде ставят бетонные укрытия. Все из-за обстрелов. В них даже провели свет, а позднее будут оказывать первую медицинскую помощь и разместят справочную информацию. Ранее в городе начали укреплять остановки мешками с песком и бетонными блоками. Путин буквально превратил Белгород в город на военном положении. Еще одна неутешительная новость. В России снова растет алкоголизм. С 2010 по 2021 годы число людей с таким диагнозом сократилось почти вдвое. Со 100 тысяч до 53. Однако с 2022 года снова начался рост. Эксперты говорят, что все из-за социально-политических потрясений. Ну тут не поспоришь. Ну и еще немного статистики. За почти два года войны в Украине, в России возбудили 273 уголовных дела о фейках. Об этом заявил сам Бастрыкин в разговоре с РИА Новостями. За экстремизм в суды в 2023 году отправили 430 дел. Это на 62% больше, чем годом ранее. В Тверской области полиция вчера задержала Екатерину Дунцову. Она ехала с собрания своей политической партии, которую она создала. У нее сломался навигатор. Она остановилась на обочине, как сама написала. Из-за этого сотрудники полиции отправили ее сдавать тест на наркотики. Потому что в этом месте распространяют закладки. По словам самой Дунцовой, она просто оказалась не в то время, не в том месте. Ну, будем надеяться, что ее дальше не будут задерживать. По Шкартастане несколько тысяч человек собрались на вынесение приговора активисту Алсынову. Он выступал за сохранение горы Куштау и против золотодобычи в регионе. На одном из митингов, выступая на башкирском языке, он высказался против привлечения на эти работы мигрантов. По словам активистов, в суде перевод этой речи намеренно исказили. И теперь мужчину обвиняют в экстремизме. И запросили ему 4 года колонии. Ну вот, местные жители выступили против активно. А в Москве вчера умер поэт Лев Руменштейн. Об этом сообщила его дочь. Неделю назад 76-летнего поэта сбила машина. И все эти дни он находился в тяжелом состоянии в реанимации. К большому сожалению, спасти его не удалось. Ну и напоследок напомню, что уже в это воскресенье, 21 января, по всему миру пройдет акция «Россия без Путина». Митинг, который мы проводим за пределами России, приурочен к третьей годовщине возвращения Навального в Россию. Мы оставим все необходимые ссылки в описании к ролику. Скачивайте материалы, принимайте участие в той стране и городе, где вы сейчас проживаете за рубежом, если вы там. Давайте покажем всему миру, сколько людей на самом деле считают, что Россия и Путин. Киевский гастролер продолжает свое побиральное турне по нищей. С точки зрения Европы в Прибалтике пугает местных политических котят коварным Путином. Говорит, после Украины Путин захватит сначала Литву. Затем всю Прибалтику, потом Финляндию, а сразу после почему-то захватит Узбекистан.